я предлагаю поговорить о взаимосвязи гардероба и субличности и начну для затравки вспомню один из эпизодов в книге о весолома человек многоликий упоминание о теневых субличности и у меня есть очень интересная ну скажем так пример практическая такая короткая история суть в том что очень часто встречаются ситуации когда человек идет с намерением купить что-то определенное может быть даже наученный стилист может быть даже у него в руке палитра может быть даже он все о себе знает но как-то неизвестным образом рука тянется в каком-то направлении и он вдруг там покупает либо там очередные джинсы либо еще что то такое что он сам не совсем понимает почему он это покупает не совсем даже согласен и долго потом поэтому но не сделать вот этого не может вот можно ли это считать иллюстрации проявления теневой субличности которая вот из из подтяжка периодически что-то частный случай это теневая ли еще такие маскирующиеся субличности тоже такие знаете если говорить немножко общего то наш внутренний мир устроен еще расскажу очень сложно и там в том числе между субличностями бывают всякие сложные отношения всякие интриги заговоры куларные сговоры как написано книжке существуют субличности теневые это наверное самая большая проблема когда человек мужчина не ведает что творит действительно эти субличности не поименованные они образно входят в такой темной одеты с капюшоном где не видно лица тоже есть определенная методика с ними работать но это только один вариант есть еще замаскированные субличности которые как бы любитель джинсов например знаю что ему денег уже не выделят на очередные джинсы посылает кого-то к стилисту того же профессионала которому нужен новая красивая одежда и говорит сходи тебе дадут деньги сходи сходи в магазин и купишь себе новый этот костюм деловой а потом когда нужно отдых выходит отбирает отбирает у него микрофон и говорит ура деньги есть давай я сейчас джинсы куплю то есть бывают такие ситуации то есть как вы видите в нашем внутреннем мире очень весело живется с личностью в том числе вот хотя драмы там разыгрываются не шуточные но направление что называется видите верно татьяна это именно какой-то вариант подмены причины могут быть разные вот начиная от того что действительно любители джинсов деньги не дают до каких-то ну серьезных интриг а вот и тайных врагов а вот будешь ты никогда красивой говорит какая-то сила женщины внутренняя и с этим уже уже с этим шутить не не захочется уже это драмы уже эта трагедия и тут нужно нужно смотреть я могу на вот теме я как раз похудел субличность одна из таких очень хитрых это например сладкоежки что как раз когда наступает ночь и вот они все сходят и тайно крадется к холодильнику да то есть что теневые суб личности а также замаскированные суб личности которые впереди себя кого-то выпускают они с одной стороны они важны в психике потому что если человек например приходит к психологу решить какую-то проблему ну вот например тема лишнего веса да она иногда бывает именно вот когда человек не может себя контролировать но и есть часть все-таки он хочет женщина например похудеть там то есть и тут и есть субличность на для красивая женщина или телесное я которая хочет быть более здоровым до более красивым хочет приходит к психологу чтобы как разобраться ходить но и вместе с тем приходит же тот кто не хочет например сладкоежка даже да что вот эта тема что есть и да некая инертная до состава часть психики которая сопротивляется какому-то вот продвижению решению но нельзя работать жестко вот посадить в тюрьму эту сладкоежку да и гнобить всячески и что нужно помнить о том что теневые суб личности из маскированные если они есть что они как-то организму выгодны и что возможно более серьезные какие-то вот фобии до проблемы обостряются что мы как-то же мы живем и выживаем в этом мире за счет того что мы как-то сбалансированы со всеми своими хорошими качествами со всеми какими-то своими проблемами что мы находимся в каком-то балансе чтобы выжить и что работа с теневыми какими-то вот этим да суб личностями она глубже что женщина да какая-то часть и и например хочет пойти стилисту стать красивой выйти замуж но если она много лет никогда не была замужем и там уже например за 40 значит психики есть часть суб личность которая против этого замужества что это может быть это может быть свободолюбивая я да то есть самостоятельно и я и как раз она вот эта теневая суб личность может саботировать происходящее нужно договариваться на более глубоком уровне чем просто красивую одежду и как раз вот когда есть это саботаж не какой-то талий теневая суб личность то и возникает тема когда человек человек что-то как-то себя ведет и потом говорит что это было но то есть он не понимает почему он так поступил что это вообще было вот и тени вы но тени вы суб личности их можно выводить из тени давать им имя и даже понимать чем они полезны потому что в тем же с темой веса например представьте себе что вот мужчина женщина директор вот часто повышение по службе например и вот ответственность повышение уровня ответственности она дает еще нагрузку и человек становится потому что вы понимаете что директор это важный человек и за счет нагрузки человек как-то может больше есть перегрузка да но и представьте себе насколько серьезнее мир воспринимает директора такого значительного и какого-нибудь хлюпика что вот доминирующая я и вот это вот тоже она может потеря власти страх потери власти подсознательного тоже может коррелироваться с темой веса тоже так теневая суб личность вот доминирующая я вы знаете тема вот именно неготовности которые наше подсознание знаете на руку своего хозяина ну вот вы поймите что подсознание оно реально за нас отвечает за нашу жизнь как бы сколько мы ее осознаем да сколько мы не осознаем для подсознания я думаю ничего для начала не остается равнодушным то есть как минимум первое когда вот вы идете по улице идет постоянно мониторинг опасно-безопасно опасно-безопасно да вот и какие-то постоянные постоянные с ну вот у нас такие вот неизвестные еще неизведанные штуки работают которые нам жизненно важны и вы их никогда не с ними так просто не разберетесь потому что этот сознание действительно ответственно да отвечает за нашу как минимум то что мы добрались там домой сегодня вечером и вот сколько мои наблюдения какой я сделала как бы собственный вывод что ни разу мы не устроены или гораздо меньше мы устроены по принципу эффективности и в основном устроены как весь этот мир по принципу надежности да вот что если с этим разбираться могу много примеров привести и человек бывает просто не готов к своей новой роли тогда вот имеющимися инструментами теневыми так теневыми субличностями раз по-хорошему не получается человека начинают защищать как ольга правильно сказал веселом я помню однажды одной женщине которая пришла к нему и искал вот да вот вы знаете я такая хожу не очень красивая уставшая он ее помассировал что-то там как-то мы поговорили она расцвела улыбнулась и пришла через два дня с претензиями она говорит я устала я от мужского внимания устал ко мне все знакомятся я так не хочу и значит из какой-то красивой одежды которую посоветовал салон носить опять оделась треники с футбук и значит свою венеру как бы скалостролка взяла и притушила и некоторые люди это умеют вот поэтому тут опять же каждый раз берем и разбираемся что это за такая субличность что это такое за 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 происшествие потому что вариантов может быть много от простых каких-то кулигантов внутренних до достаточно серьезных проблем и и потому что у человека ну как бы есть внутренние враги да о которых я говорила вот есть например действительно серьезные такие структуры психики которые ну что называется по большому счету хотели бы чтобы вы исчезли из этой жизни но серьезные внутренние враги но это что называется дорогого стоит чаще всего у людей в психике все-таки просто ну как бы непорядок да у нее не умранно неряшливые бордак и ваши субличности внутренние они могут стараться они не понимают что этих надо не могут в этом вот в этой суете вы написанности не могут сказать ой хозяину хозяина надо защитить и он вот это делать так как он это понимает понимаете а что произойдет в реальности вот пойдет такой печень либо потому что хозяин не ход хозяйка не хочет за Хозяйка хочет на свободу, ей нравится так. То есть тут, говорю, вариантов может быть миллион. И надо каждый раз разбираться отдельно с субличностями, с тем, что же там такое происходит. И на любое изменение, и на решение проблемы, и на изменение в жизни нужен ресурс. И вот важно понять, где этот ресурс взять, и важно понять, собственно, какая из субличностей имеет выгоду от сложившейся ситуации. От того, что вы, например, не следите за собой, от вашего лишнего веса. Но кто-то обязательно имеет выгоду в психике от этого. Потому что мы устроены, ну так, разумно. То есть человек не делает то, что никому из ни одной его частей не выгодно и не важно. Это мне нравится, что кому-то это выгодно, кому-то нравится. И в том числе, знаете, я как-то, ну как астролог тоже много работаю с женщинами, которые как раз, например, ну хотят детей или хотят замуж, но вот никогда не были до 40 лет и как-то. И, например, была одна женщина, которая, ну на словах хотят, ну и какая-то часть их хочет, но и вот сильная сопротивляющаяся часть. И мы вот занимались как раз осознанием вот этой сопротивляющей части. Потому что, например, у одной женщины в квартире был настолько, как в музее, какой-то идеальный порядок, перфекционизм такой, что понятно, что ребёнок — это как бы некий хаос, и это как бы некое снижение вот этого порога музейности, да, не некое, а сильное. И как раз я ей говорю, ну знаете, у вас даже нет места, чтобы поставить детскую кроватку, что всё-таки ребёнок, вот эта жизненная, вот эта хаотическая сила, это как бы не музейный экспонат, а она видела, по сути, детей только на обложках журнала. И вот важно вывести вот эту часть в сознание сопротивляющуюся, и чтобы человек уже решал, действительно, то есть как-то договаривался внутри себя, да или нет. Потому что если что-то не происходит желаемое, значит, кто-то сопротивляется, и нужно договариваться, нужно осознавать вот эту часть и договариваться. Инертность, защита работает очень часто. То есть вообще наше сознание, оно инертно во многом, потому что оно, и вот надо уговорить, что здесь эти изменения действительно важны. И в частности, сложности обучения в нашей школе, вот кто приходит, они жалуются именно на это, потому что сами задания, это, ну, какие-то не высшая математика, они несложные. Если вы их прочитаете внешними глазами... Вроде безобидные, да, вроде безобидные. Ну, тест на знание маркеров архетипов, это элементарно, как бы, ну, просто прочитать книжку, там, какое-то упражнение, написать рассказ, творческое, веселое, какие-то практики, там, записывать свои дела, там, ну, еще с определенными нюансами. Но подсознание говорит, так, ты занялся чем-то серьезным, не опасно ли это для нас? Или наоборот, насколько вот это надо в это включаться? Потому что, как бы, есть вещи, на которые подсознание реагирует равнодушно, но они обычно безвредны, но и бесполезны. То есть, знаете, как это, не опасный инструмент, он обычно и бесполезен. То есть, если у хирурга скальпель, то это скальпель, сами понимаете, не буду приводить пример. Вот. А насчет вот этих вот выборов, это действительно, вот есть, вот, это, опять же, вот, это идеальный мир фантастический, который надо тоже немножечко, если вы чего-то хотите, притянуть к реальности. Потому что у нас был вопрос к женщинам, которые часто приходили и говорили, я хочу выйти замуж. И вопрос был такой, чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы выйти замуж? Где вы готовы подвинуться? Пожертвовать было слово. Значит, женщины вспыхивали на этот вопрос очень многие. Как я чем-то жертвовать? Я говорю, Альсалон, давайте мы вот как раз сменим слово, потому что слово очень жесткое. Хорошо, где вы готовы подвинуться, в чем вы готовы уступить? Вспышки не уменьшились. Все равно, как я должна чем-то двигаться? Вот эта вот совершенно странная фраза, пусть он примет меня такой, какая я есть. Но вот как только вы ее слышите, значит, это фантастика. Потому что это нереалистично, да? Люди, это взаимоотношение людей, это всегда компромисс. Вот мы сейчас с вами сидим, я думаю, Оля очень хочет сказать, и я что-то хочу сказать. Мы учитываем друг друга, что нам надо помолчать, друг друга не перебивать. Минимальный компромисс, но он существует. Вот. И в жизни, да, это в мириады раз сложнее. А выборы, вот недавно совсем в ленте Фейсбука меня так сильно задело эту тему, там написала женщина, но это какая-то была метафора или рассказ. А женщина пишет, я у меня много детей, и я все вот возмолилась о том, что неужели у меня никогда не будет в прихожей чистого ковра. На что к кому-то она сходила, он говорит, ну подумайте, что нужно, чтобы в вашей прихожей был чистый ковер. Она сказала, в моем доме никого не должно быть. Понимаете, вот, выбор, да? Ну понятно, что идея чистого ковра я попустила, я думаю, сразу после такого представления. Ну хороший психолог ей попался. Молодец. Ну так, резюмируя. Такое небольшое шуточное резюме, что если у вас чего-то нет, возможно, это некуда поставить, положить. Ну как мы, мы в различательном образе нашли в свое время валентности, да, что на партнера, будь то дружеский или брачный, любовный, должна быть валентность. У вас должна быть свободная потребность в том, чтобы человек чем-то к вам притянулся. Или наоборот, как я помню, тоже резюмируя, на веселой ноте, как однажды пришла женщина, она развелась, она такая была, ну что она в самом соку, вот прям в прямом смысле слова, и мужчины не давали ей прохода. Она пришла жаловаться, солома сказала, что, говорит, ну как же так, вот я просто, все мне сразу замуж зовут или не замуж. Он говорит, ну конечно, говорит, так ты думаешь, если ты с развивающейся валентностью ходишь, можешь спокойно по миру ходить. Вот, но как-то это удалось, это справится, не помню уж как, но вот это действительно существует. У вас либо должна быть вот этот маночек, либо наоборот не должен, если оно вам не нужно. И уже надо смотреть, что ради чего, и что важнее. Продолжение следует...